Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем ещё раз доброго дня. Олег Пеков в студии начинается программа «Диагноз недели». И вместе с нами врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. После некоторого перерыва, вновь в нашем эфире, сегодня я понимаю тема «Вина и другие виды самоистязания». О чём? О чём речь? О многом. Это, как всегда, знаете, к этой теме пришёл долгими ассоциативными цепочками. Ну, во-первых, в последнее время, в силу происходящего в мире, слово «вина» всё время висит в воздухе. Кто-то раскаивается в чём-то сам и говорит, что я виноват, или мне стыдно, или ещё что-то в духе. Кто-то, и так ему намного больше, винят других и требуют от них покаяния, чем требуют на уровне от отдельных личностей до целого народа в общем и целом. Что, по-моему, несколько, как бы сказать, самонадеянно предлагать претензии народу, который целиком за что-то должен покаяться. Вот это такое, знаете, такое было старое русское слово «самобичевание». Да, красивое слово. Да. И этим словом, когда с ним отправляешься, это нас приводит во времена позднего Средневековья или начала Возрождения, когда в XIII веке появилось в Европе, начиная с Италии, такое явление, как флагелланты. Флагелланты, а слово «бичующиеся» в первой дисплаты не так и есть. По-моему, флагелланты – это «бич». Люди, которые собирались группами и наказывали себя, свою плоть за самые разные грехи. Поначалу они собирались где-то, проходили неким шествием, собирались в церквях и, раздеваясь только до нижнего белья, начинали себя хлистать. Хлистать на себя не просто так. Это были такие плети, в которых были ремешки, завязанные на узел, а в каждый узел еще был вставлен шип. Они даже принимали поначалу некие позы, каждая из которых говорила о грехе, в котором человек раскаивается. Клятва преступник прижимал палец к губам. Человек, впадавший в грех чревоугодия или похоти, ложился на живот. И много разных поз, каждая соответствовала какому-то греху. Потом это стало принимать характер таких массовых шествий. Кроме того, эти люди вообще относились к плоти с презрением. Они давали за рук безбрачия, они очень умеренно питались. То есть плоть была чем-то, что надо было постоянно карать. И были времена, когда то ходили слухи о близких конца света, и тоже надо было как-то каяться и бичевать себя, чтобы спастись. В итоге, по-моему, это приняло такой масштаб, что кто-то из римских пап уже где-то на исходе XIV века запретил. Я предполагаю, что это было потому, что начало пересекаться с ересью так называемых катаров, которые тоже говорят, что всё земное плотское от дьявола, и это должно перестать существовать. На тот момент стал уже идти в противоречие с учением католической церкви. Так вот почему я о них вспомнил. Потому что флагелланты – это такой чистейший изначальный пример того, как чувство вины людей заставляет истязать себя. Истязать себя, насколько описывали очевидцы, то, что с ним происходило, они себя холестали бы, как кровь не начинала покрывать всё их тело. И, как мы понимаем, во времена отсутствия антибиотиков, такие ранения, тираны инфицировались, и кто-то от этого наверняка умирал. И Бог, что было для многих, это было с такой формой самоубийства, которую вроде бы христианская религия осуждает. Куда это нас приводит? В нашу современность? Ну, я бы даже сделал маленькую остановочку. Вот я просто сейчас читаю слезки на Дом правительства. И, конечно, это потрясающее время, 36-37 год, когда в партии большевиков громили так называемых, ну, практически ереси отступников, которых часто это были старые большевики, просто которые не успели колебаться вместе с курсом партии. И это было тоже очень, ну, может быть, бесхлистание, но, тем не менее, вот была очень распространенная практика, ты должен разоружиться перед партией. То есть человек должен был выйти на трибуны и всячески себя поносить, то есть, ну, вот, практически вот самобичевать себя, только словами, и признавать ошибки. И, ну, практически вот это была такая форма самоуничижения перед всеми собравшимися. И тут, ну, практически несуществующие даже какие-то ошибки человек должен был признавать. То же, что происходило при Мао-Дзэдуне, хунвейбины, когда людей ставили на колени, били, они должны были каяться и разоблачать себя, уличать во всяческих грехах и преступлениях. Причем, даже если вот человек не делал этого, ну, или делал это недостаточной степени, ему начинали говорить, что он недостаточно разоблачился перед партией, что он двуруш, ну, там было придумано очень много всяких иезуитских вот формулировок, которые его еще и обвиняли вот в том, что он такой-сякой. Эти слова иезуитских не случайно, потому что прямые параллели с религией. Если ты недостаточно раскаиваешься, наверное, это грех гордыни. Ты скрываешь свои грехи, ты превозносишь себя. Я думаю, что очень похожие вещи. Хотя были вот, я помню, совершенно забавные случаи в истории, когда одного писателя, значит, ну, прорабатывали, я сейчас забыл вот его и имя, и фамилию, но его прорабатывали на таком собрании, выступали все, ну, вот говорили, что его книга, это, значит, там, двурушничество, там, что он не достал, где-то исказил партийные там догмы. И он сидит и, в принципе, вот, ну, как бы в каком-то достаточно спокойном состоянии. Все начинают замечать, что он немножко вот, ну, как бы, должен нервничать, вроде побледнеть вот от всех этих обвинений, а он сидит слишком спокойно и начинает говорить, вот, пусть он выйдет, пусть он покается, пусть он, значит, скажет слово. И он выходит и говорит, товарищи, знаете, вот я благодарен за все, что вы сказали, но для меня самое главное – это все-таки мои читатели. Вот я получил вчера телеграмму от одного из своих читателей, прочитал ваш роман в полном восторге, не мог ночью снуть, и вы, Сталин. И вот после чего возникла дробовая тишина и пошло по-обратному. То есть все выбегали на... Брали слово, чтобы уже этот роман похвалить. Человека было отпущение грехов изначальное. В наше время, наверное, люди уже не хлещут себя так откровенно, но какие формы вот эта вина принимает сейчас? Ну, во-первых, очень обширная тема, о которой мы когда-то и говорили в передачах, то, что называется self-harm – самоповреждение. То, что сейчас больше происходит среди детей и подростков. Я помню по своей работе когда-то много лет назад, это еще были какие-то единичные случаи, а с тех пор, как об этом можно бы стало, можно узнать в соцсетях, в интернете и так далее, это, в общем, целая эпидемия. То есть какое-то напряжение и чувство вины, чувство гнева и так далее у детей получают разрядку, у подростков, все начинают наносить в себя. Это не суицидальные попытки, это не глубокие порезы, это, так сказать, как царапины такие. Но они наносятся в больших количествах очень, они выглядят снова, выглядят не пугающе. Родители, которых никогда не сталкивались, приходят сначала и в страх, и в гнев, и в отчаяние. Для них человек, который режет себе руки, это намек на суицидальную попытку. Но это вот такой очень распространенный в наше время способ разрядки. Кто-то из детей это делает на предплечьях, на руках, кто-то из них это начинает делать скрыто, под брюками или под юбками. Больше это характерно для девушек, чем для мальчиков. Но это тоже, в общем-то, как ни странно, где те флагелянты 13-14 века, и где современные дети. А вот это чувство вины находит схожий выход, схожую разрядку через причинение вреда своему телу. В этом есть нечто ритуальное, я бы сказал. Это исполнение некоего ритуала по тому, каким образом справиться со своим чувством тревоги и вины. Если мы пойдём дальше, о том, какие ещё формы... У нас передача слова «самоистязание». Ну, чем в наше время, вы прекрасно знаете, люди, особенно, тоже это больше характерно для женщин, чем люди истязают своё тело? Диетами, спортом, доведённым до абсурда и тому подобными вещами. То есть, это на самом деле очень очевидно, когда я имею дело с моими пациентами, с расстройствами пищевого поведения, которые бесконечно себя терзают, диет хотят обязательно похудеть. А суть этого тоже как чувство вины, в том, что под этим стоит я плохая, я недостаточно хороша. И вот это ощущение вины за то, что моё тело не соответствует каким-то стандартам вымышленным, приводит к тому, что начинается истязание своей плоти с помощью различных диет, радикальных диет, голодания. Если вы наберёте слово «диета», у вас выцепятся, ну, я не знаю сколько, десятки, десятки самых разных диет. Плюс десятки сомнительных препаратов, которые должны помогать похудеть. Когда-то были какие-то знаменитые тайские таблетки, на которых кто-то даже, по-моему, сажал почки, тяжело болел и так далее, потому что у них были непонятного происхождения и непонятного состава. Все так говорят, что это магические тайские таблетки, которые худеют, а больше про них никто ничего не знал, экспериментировали на себе. И тут тоже, наверное, мы понимаем, что человек, который начинает придираться к себе, «я недостаточно хорош или хороша потому что-то, я недостаточно спортивен, или у меня нет кубиков на прессе, или у меня есть какие-то загадочные складки где-то, а быть их не должно». И это же, конечно, тоже проявление куда более глубокого недовольства собой, куда более глубокого недовольства своей личностью, своими достижениями, недовольства своей вымышленной или сильной, преувеличенной виной перед кем-то. И когда человек пытается стать лучше, ну, к сожалению, мы все знаем, что уже энное время, уже достаточно много лет, худой – это синоним слова «хороший», худой – это синоним слова «красивый». Хотя раньше было, ну, и до сих пор в некоторых племенах Африки все наоборот. Поэтому быть худым – это значит стать хорошим. То есть происходит совершенно удивительное превращение. – Хотя в русском языке вот худой человек, это имеет скорее негативный какой-то оттенок. – Да, это из тех времен. Появляется странная ситуация, что весы становятся инструментом, измеряющим, насколько ты хороший человек. То есть каким-то образом человек начинает измерять, насколько он хороший в килограммах, в граммах и так далее. И вот эти бесконечные радикальные диеты, для кого-то это прием слабительных, вызывание сярвоты и так далее, и так далее. Это даже не метафора, это и есть самоистязание. Это и есть истязание своего тела, физическое, это истязание собственной психики, потому что здесь же история с виной, с чувством вины, это типа спирали. То есть человек, который достигает уровня расстройств пищевого поведения, обычно это раскачивающийся маятник от анорексии, полного лишения сей еды, перегружения спортом, до булемии, то есть приступов тяжелейшего переедания, вызывания сярвоты, а приступы переедания, они вызывают чувство вины, вызывание у себя искусственной работы тоже вызывает чувство вины. И этот круг вины совершенно неразрываем. То есть вина приводит к истязанию своего тела, а способы этого истязания тоже вызывают чувство вины. Потом, ну, что идет опять же туда же, в сторону, что худой, спортивный – это хорошо, это люди, которые себя часами истязают занятиями спортом. И есть этот термин, вы тоже его упоминали в передачах, слово «артарексия», то есть одержимость здоровым образом жизни. То есть человек, который не просто предпочитает правильно питаться и заниматься спортом, а для него это, ну, как для яро верующего религиозного человека, это как заповедь, и который, не дай Бог, нарушит. То есть, если такой человек съедает хоть что-то лишнее или вредное, его охватывает отчаяние, то есть это даже самая ужасная вина. Он должен немедленно это исправить, искупить. А что это значит? Если ты что-то не то съел, ты должен провести еще часы в зале. Если ты что-то не то съел, ты должен сесть срочно на какую-нибудь разгружающую, очищающую диету. Кстати, вот сейчас, пока я говорил, вспомнил. Есть такое очень модное понятие, называется детокс. Что это значит? Я видел на своих пациентках, когда девушка, и чаще всего это девушки, которая внешность более значима, чем для мужчин. Девушка, которая употребляет алкоголь или наркотики, или еще что-то. Вот у нее нападают приступы злоупотреблять разными веществами, потом ее охватывают чувство вины, и она начинает заниматься детоксом. Это какие-то загадочные напитки. Это загадочные таблетки и коктейли. Идет какое-то очищение. То есть люди не едят, а пьют смеси каких-то соков, экстрактов. Какой-то бизнес шикарный, да, когда просто предлагают людям уже готовые наборы и говорят, вам больше ничего не нужно, ни о чем думать, вы просто платите деньги и получаете то, что вы должны чем питаться. Слово детокс здесь тоже, на мой взгляд, звучит очень иронично, потому что детокс это как бы вывод из себя токсинов. На самом деле это употребим модное слово, это невероятно токсичное отношение к себе самому. То есть это фактически разрушение себя, это подрыв своей иммунной системы этими качелями от переедания к очисткам, от наркотиков и алкоголя к каким-то загадочным напиткам, от вредного образа жизни к тому же самоистязанию с помощью спорта. тоже, как знает любой человек, который занимается спортом, перегрузки в спорте ведут от такого понятия, как перетренированность, когда у человека начинается бессонница, резко падают результаты, силы и так далее, до того, что когда тело работает на пределы, и постоянно начинаются серьезные травмы. разрыв связок, разрыв сухожилий, мышечные надрывы, суставные травмы и все, что угодно. То есть, в общем-то, иногда кажется, что уже лучше повернуться к старым добрым флагеллянтов, взять плетку и отхлестать все это, по крайней мере, короче и не так мучительно. И мне кажется, что понятие вины продолжает в той или иной форме, это какое-то вневременное понятие, в той или иной форме продолжает атаковать людей, и люди как реакция на это продолжают себя истязать по-всякому. На звонок? Да, есть звонок. Я напомню, 6-7-212-93-9. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, за что наказывают ни в чем не повинных жителей Латвии сумасшедшими ценами на газ, электроэнергию, нефть, продукты питания? Спасибо. Спасибо, но это немножко из другой оперы. я понимаю, насколько это тяжело, но, к сожалению, это не в рамках психотерапевтической передачи стоит обсуждать. Я не могу... Здесь, вот, сказать, какой-нибудь набор банальностей, который, можно сказать, любой человек, поэтому мое мнение здесь, ну, никак не экспертно, простите. Вот видите, кстати, вот, опять вопрос, за что наказывают? То есть, опять, есть вина, есть наказание, есть предполагаемый кто-то, кто наделен правом нас карать. Ну, как мы помним еще Достоевского, где наказание, там и преступление. Да? И вот поэтому это все тема вины, за что нас наказывают, в чем мы виноваты, звучит. И если мы почитаем социальные сети, опять, там будет вина звучать на каждом шагу. Вина, обвинение, все эти однокоренные слова, вина и обвинение. Но есть, наверное, категория людей, которые просто, может быть, чувствуют какое-то чувство, у них появляется чувство вины за моменты собственного счастья. То есть, вот, ему было очень приятно, что-то съесть вкусное, его охватывает вина, что за этим последует неминуемая кара. Есть какое-то вот, ну, удовольствие, которое он получает, у него вызывает сразу, ну, не знаю, психологически, что вот есть баланс счастья, может быть, и обязательно за то, что ты превысил, может быть, какую-то долю удовольствия, должно последовать за этим наказание. Он уже сам его ждет, и, может быть, он сам его придумывает, чтобы такие сценарии тоже есть. Вы как раз об этом сказали. Я вспомнил, что некоторые из моих пациентов вспоминали своих родителей с весьма загадочными ценностями, у которых часто звучала совершенно удивительная фраза. «Кто много смеется, он будет много плакать». Да, да. Вот меня всегда искренне это поражало. То есть, зачем родители своему ребенку, который смеется и радуется, немедленно говорит, «Раз смеешься, будешь плакать». Это наталкивает на массу размышлений об этих родителях, что происходит у человека внутри, если он сам искренне верит, что за радость, за веселье всегда придется расплачиваться. То есть, радость и веселье по подобному жизненному сценарию человеку не положено. Это неестественное состояние, из-за него всегда придет расплата. Это опять о чувстве вины. Опять о каком-то жизненном сценарии подобных родителей, которые искренне желают добра своим детям, к сожалению, таким образом, за них пытаются уберечь. Не надо радоваться, не надо висеться, лучше подумать, что за этим придет. Я буду готов к слезам, к несчастью. И, к сожалению, вот под эти заклинания вырастают люди, взрослые, которые где-то на бессознательном уровне это заклинание прочно зафиксировалось. И эти люди вот таким образом и живут. Кстати, есть же большое количество, продолжая вот эту тему поговорок, чем выше взлетишь, тем больнее падать. То есть, какие-то есть, можно найти в народных мудростях такого рода параллели. Ну вот, то, что называется народными мудростями, сейчас начинала какая-то отдельная часть народа. Я думаю, что не всем народным мудростям используется, и уж не каждому человеку из этого народа свойственен такой подход к жизни. Если мы пойдем по следам этих вещей, мы придем к данке религиозным корням где-то, где грех и раскаяние и покаяние преобладают над способностью радоваться тому подобными вещами. Вот. И мне кажется, что на самом деле вина такая интересная вещь, которую в себе при небольшом усилии достаточно легко расслышать. То есть, в тот момент, когда люди понимают, как много в их жизни движимы виной, и каким образом или это вина которое тебя терзает, и ты должен осознанно, а чаще бессознательно себя наказывать, то есть, чего-то лишать. В самом упрощенном виде, облишать себя еды, допустим, чтобы становиться лучше. То есть, это вот, как ни странно, люди, сидящие на жестких диетах, превращаются что-то близкое к отшельникам, которые умерщвляли плоть. Только отшельникам решили плодик, ну, искренне верующие это, совершают некий религиозный подвиг, и таким образом возвышают, делают что-то хорошее для своей души, возвышают свой дух. В наше практичное время люди не думают о возвышении духа, люди на том, что надо весить меньше и выглядеть стройнее. Но, как ни странно, это схожие вещи, и вина всегда найдется в основе всего этого. в тот момент, когда люди начинают это замечать, где они винят себя, а где есть и те ситуации, когда люди начинают сказать, в свое время настолько истерзаны постоянными упреками и обвинениями, что они находятся в постоянной защитной позиции. То есть любой, любая фраза в их адрес, в которой они находят хоть тень упрека, они начинают и бешено противостоять, они начинают защищать себя, оправдываться, отдавать сдачи и так далее, и так далее. То есть, вот что, у вины есть множество производных, производных, у вины есть множество производных, которые чем дальше, тем больше замаскированы. То есть, какая-то вина, не знаю, второго, третьего порядка. Некоторые говорят, есть такая модная тема о семейных сценариях, где вина передается из поколения в поколение, и где люди, анализируя свой семейный или, как бы, родовой сценарий, люди находят тоже какие-то отклики, объяснения, почему они такие сейчас. Что еще я хотел сказать? Мне кажется, когда мы говорим о вине и наказании, если мы вспомним времена детства, очень много странных ритуальных наказаний. сейчас, став взрослым человеком, я задаю себе вопрос давно, ну, известная форма поставить ребенка в угол. к чему это должно было вести? Постой в углу и подумай о своих прегрешениях, а, насколько я помню, из таких старых времен, дореволюционных, ставили в угол на колени на горох. то есть ты не просто стоять в углу, а тебе должно быть больно и плохо при этом. Вот этот механизм наказания ради наказания очень странный. Он, в общем-то, опять порожден людьми, которые хорошо знают, что такое вина. И они выросли в этом, и они эту вину, к сожалению, передают дальше и дальше. И вот эти формы «встань в угол» тоже, мне кажется, которые всю жизнь начинают проводить в одиночестве, лишают себя отношений, лишают себя близости с кем-то. Это люди, сами себя поставившие в угол. А что такое угол? Это ты стоишь и пространство твоего зрения, твоковый озор, ограничено двумя стенками и углом. Ты больше ничего не видишь. и ты в этот момент по мнению наказываешь, нужно думать о том, как плохо ты поступил и раскаиваться. Да, и в этот момент кто-то думает о том, что он плохо поступил и ругает себя, а кто-то переполняется гневом против тех, кто его наказывает. да, и вот вина и наказание, каждый раз, когда перечитываю преступление и наказание, находишь новые оттенки в этом всегда. Да, но чаще всего вот мы придумываем себе вину, и иногда просто может быть человек боится вот какого-то ощущения счастья, как я уже говорил, что вот вдруг за этим последует какое-то вот наказание просто потому, что ему было хорошо и было, он чувствовал себя счастливым. Этот страх чувствовать, ну, чувствовать себя свободным, счастливым, и вот это вот может быть просто как человек сам себя ограничивает. Это не просто страх, это отношение к себе как к кому-то, кто вовсе не имеет права на счастье. Опять, возвращаясь к флагеллянтам, возвращаясь к понятию греха, ну, помню, есть понятие первородный грех, совершенный Адамом и Евой, за который вроде бы все их потомки должны расплачиваться, и есть множество религий, где грех это базовая концепция, на которой все это держится. Грех вина, покаяние, наказание, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, тот самый страшный суд, который действительно страшный, и, в общем-то, если ты будешь себе во многом отказывать, наказывать в этой жизни, в которой ты живешь сейчас, у тебя есть шансы, зато после страшного суда, получить некое блаженство и избежать и избежать самого страшного наказания, тех самых вечных адских мук или хотя бы того же чистилища. То есть, ты все время думаешь о том, как избежать наказания. Вся жизнь проходит в этом. Да. Вот сейчас, наверное, это религиозное сознание не так распространено, и уж, конечно, оно не так распространено, как это было в Средневековье, и сейчас широкие массы людей не приходят в ужас от того, что кто-то спрогнозировал новый конец света, мы помним, что это было неоднократно на протяжении истории человечества, что вот вот конец света, и поэтому люди раздавали все свое имущество, искренне вещи им больше не понадобятся, конец света не наступал, они оказывались голыми босс, потом это уже, даже в 20 веке были какие-то секты, которые тоже ожидали конца, но это было намного меньше, как вовлечено. Ну, заканчивали там тоже очень печально, были массовые самоубийства, происходили. Но люди, терзаемые виной, как я подозреваю, они где-то бессознательно тоже находятся в ожидании страшного суда. Интересно, что все-таки в этом плане те восточные религии, буддизм и так далее, где есть бесконечные жизни, мучения, нет этого безысходности. Страшный суд, ад и все. И это вот понятие вечных мучений, это какое-то понятие вины и наказания, возведенных в полный абсолют. Это не просто мучения, а вечные мучения. это звучит настолько безысходно и страшно. В какой-то фантастике была книга, где ад, рай, религия, это все было абсолютно достоверными вещами, и были люди, которые рождались с редким пороком врожденное отсутствие души. это считались очень страшные люди, которым нечего было терять. У них не было впереди вечной жизни, не вечных мучений. Они могли творить все, что при этом в голову, потому что им нечего было терять. Чувство вины их просто не посещал, потому что для них было невозможно наказание. Вот я думаю, что наше современное сознание не настолько религиозно, наши формы, о чем мы сегодня говорили, формы терзания, наказания, обвинения себя, они более психологичные, они более повседневные, они сводятся, как ни странно, к пищевым привычкам, к спортивным привычкам, к тем ритуалам селф-харма, которые проходят подростки, которые, кстати, очень перекликаются с ритуальными практиками шрамирования у многих первобытных народов и у многих народов, которые сейчас есть в Африке, в Индии, где есть тоже ритуальное нанесение шрамов, тоже истязание своей плоти. Наверное, чувство вины и стремление наказывать себя существует столько же, сколько человечество, будет существовать столько же, человечество и будет принимать самые разные формы. Но, наверное, на сегодняшний день человечество есть шанс быть более осознанным, быть более осознанным вот и вот из этой узких рамок вины, наказания, греха и так далее, вырваться и заниматься не столько бичеванием себя, истязанием себя, сколько пониманием себя, сколько вопросом, которые сейчас много где задаются, что стоит за моими чувствами, что стоит за моими поступками, что стоит за моими пищевыми привычками, отношениями с людьми и вообще, если я оказываюсь в какой-то ситуации, вы же никаким образом почему я в ней оказался и как я из него могу выйти. Это не тот угол, ну, даже, когда ребенок стоит в угол, он знает, что из него выйдет. Мы тоже знаем, что, в общем-то, из всего есть выход. Как мы в этот угол попали, наверное, можем понять также, и когда мы это поймем, поймем, как из него выходить. Ариль Лизник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». Спасибо большое и до следующего понедельника. Всего доброго. Слушайте радиоболтком.